Но есть в Красноярске места, где очень жарко. Гейзеры кипятка в минус 30. На улице Аральской всю ночь из земли бил фонтан горячей воды. Пар заполнил два соседних магазина и подъезды дома. Бизнесмены теперь подсчитывают убытки, а Евгения Змановская пыталась понять, почему коммунальщики приехали на место серьезной аварии спустя 12 часов. Кипяток прорвался сквозь замерзший асфальт весь день и всю ночь. Здесь бурлили эти фонтаны. Горячая вода залила подвал соседней девятиэтажки. Дом покрылся инием до самой крыши. Подъезда невозможно зайти. Весь первый этаж внутри окутан горячим паром, а там 15 магазинов. Вот видите, колбаса, вот это все пропало, потому что с 11 часов не было света. Все холодильники пропали. Вот здесь сыр, вот это все сыр, масло, вот это тоже вся продукция пропала. Испарение покрыло полностью продуктовый отдел. Ломбард, кафе и аптеку. Свет отключили, чтобы не было короткого замыкания. Испорчены килограммы продуктов. Весь товар намок. Зашла в аптеку, это ужас. Люстры падают мне на голову дневного света, вот эти длинные. Все здесь отсырело. Коробки все сырые. Помогите, пожалуйста, спасти вот эту ситуацию. Пострадавшие от порыва трубы уверяют, таких последствий этой аварии можно было бы избежать. Вчера в 13 часов дня прорвало транзитную теплотрассу в районе тепловой камеры. Мы об этом сообщили во всей инстанции, в какие следы. В 2.05 мы звонили. Значит, звонили вот в теплосеть, звонили в аварийную службу, звонили в нашу управляющую компанию. Значит, никто ничего не предпринимал и не делал. Даже более того, когда я уже в 6 часов позвонила в аварийную службу, мне сказали, вы знаете, я вот только заступила и не знаю, что случилось. То есть даже информация не передавалась. И единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вчера никто не приехал в 13 часов дня, когда еще было светло? В теплосети, кому принадлежит этот участок трубы, заверили. Узнали об этом только ночью и сразу выехали. Когда ночью произошло, там был звонок, то сразу аварийная бригада выехала, оградила за этот участок. Странно тогда, что делают эти сотрудники теплосети в 12 часов дня. Заграждение же поставили уже ночью. Свищ, образовавшийся на данном трубопроводе, не мешает теплоснабжению жилых домов, не несет какой-то дополнительной аварийной ситуации. Поэтому принято решение о том, что пока в настоящее время не производить ремонтную работу, утверждается повышение температуры, ну, минус 10, минус 15. Полностью отключать подачу горячей воды никак нельзя. Без тепла останутся десятки домов. До потепления фонтан кипятка так и будет бить под землей. Кстати, в ноябре на этом же месте уже был порыв трубы. Коммунальщики уверяют, подземные коммуникации уже давно сгнили. Старые трубы проходят под всем городом. Менять частями смысла нет. А чтобы обновить теплосеть, нужно потратить более 6 миллиардов рублей. У них таких денег нет. Евгения Змановская, Николай Чистяков, Новости ТВК.